Игуаны довольно приспособлены к разным экологическим нишам. Ящерицы лесные есть, горные, скальные, пустынные, степные и так далее. Кеконы ранее описаны в основном пустынные, конечно. Игуаны имеют поливродонтные зубы, которые прикрепляются к внутренней стороне челюсти. Ну и, как правило, на крыловидных и нёбных костях тоже есть. Они зубы могут заменять новые. То есть, если они сломают зуб на протяжении всей жизни ящерицы, она может отрастить новый зуб. Развитые глаза с подвижными веками. И даже может быть прозрачное окошко. То есть, она может видеть с закрытыми глазами, и у неё прозрачные века на самом деле. Ну, типа как это солнечные очки, то есть, снижает яркость света. Она видит, но всё равно прикрылась чем-то, что меньше яркости. Два основных типа формы тела. Первый – это сжатая с боков туловище высокая, которая переходит в длинный хвост. И это обычно древесная игуана. И второй тип тела – это дисковидно уплощённое тело, которое живут в основном на земле. Самая крупная южноамериканская игуана – 2 метра, борщ человека. А самая маленькая – ума и норната, она 10 сантиметров примерно. Голова игуаны покрыта многочисленными неправильной формы щитками. Спина одета разнообразной чешуёй, которая преобразована в разные там роговые шипы, зубцы, бугорки и так далее. На кожу разнообразные кожные выросты и складки. И часто яркий горловой мешок, она оттопыривает горловой мешок, особенно когда там конкуренция за полового партнёра. Ну и вот они таким образом заметны за этого горлового мешка. Гребень часто у них там, особенно у самцов. Ноги 5 пальцев, оканчиваются когтями. И древесные, потому что он всё время цепляется за дерево, у них там длинные когти. Могут быть специальные прикрепительные пластинки, как у гекконов, а именно у анолисов может быть это. Окраска разнообразная. Древесные виды обычно зелёные, а пустынные обычно по цвет пустыни красятся. Ну а некоторые наоборот, так сказать, яркие. Некоторые меняют окраску в зависимости от яркости света. Самцы, как правило, ярче самок. Ну и довольно они близки к агамам, которые позже будут. Вот. Игуаны довольно подвижные, могут также хвостом прыгать. С помощью хвоста прыгают по веткам деревьев, они же древесные. Вот она и подвижная, и прыгучая, короче. Наземные очень быстро бегают, причём бегают в основном они на задних ногах. Тут был когда общий обзор ящериц, я говорил, что ящерицы больше на задних ногах даже бегают. То есть они так эволюционируют к двуногим. Многие динозавры были двуногие, как мы. Игуаны тоже, они на задних ногах бегут, как двуногая. А хвостом она рулит, когда бежит. Ну, некоторые могут в песке плавать, некоторые в воду могут погружаться, смотря где они живут. Некоторые очень хорошо плавают, ныряют, и морская игуана есть вообще полностью в воде живёт. Они редко роют. Вот и гекконы очень часто роют норы. Игуаны, даже если им нужно скрыться, как правило чужую нору используют, а рыть они не любят. Ну, естественно, она на дереве прячется где-нибудь в дупле. Как правило, это насекомоядные, как большинство ящериц. Ну, может многоножку, червяка подцепить, паука. Могут других ящериц тоже есть. Впрочем, есть растительноядные, допустим, обыкновенные игуаны, она полностью растительноядная. Пустынная игуана в основном ест растений, но также насекомых и мелких ящериц. Есть специализированные, некоторые полностью только муравьями питаются и больше ничего не едят. Морская игуана питается только морскими водорослями. Она совершенно такая растительноядная. При драках для игуаны характерно покачивание головой сверху вниз. То есть, когда там самцы между собой выясняют вечное отношение к обычным ящерицам, игуаны кивают. Вот это у них, короче, драка на самом деле. Друг другу кивают, это у них угрожает на самом деле. Откладывают яйца от 2 до 35. Яйца откладывают в землю, причем древесное спускается с дерева, откладывают в землю. Некоторые могут живородящие быть, то есть яйцо внутри себя держат. Некоторыми питаются, кожу используют для разных обычных поделок из рептилий, всякие кожаные там делают кошельки. Но, впрочем, большей частью истребленные уже как массовый вид и занесены в Красные книги в тех местах, где водятся. У нас не водятся. Это западное полушарие в основном игуаны. Канада, Аргентина, вот это вот все острова. То есть, от Канады где-то до Аргентины по всей Южной и Северной Америке разные виды игуан есть. Конкретные виды анолисы. Это вообще из-под семейства аналины. Это где-то 20 родов их. И отличительный признак это прикрепительные пластинки на пальцах, как у гекконов. Но они у них немножко по-другому устроены, все-таки это игуаны. Анолисы обычно имеют треугольную расширенную сзади голову, стройное туловище, сжатое с боков. Тело покрыто мелкой однородной чешуей. По хребту и по верхней части хвоста располагается невысокий гребень. У самцов многих видов разросшаяся кожа от горла отвисает в виде веерообразного горлового мешка. Большинство видов маленькие, древесные, 10-20 см в длину, некоторые 45 см. Изменчивая окраска в основном зеленая. Но при возбуждении животного или при изменении температуры он может до темно-коричневого менять окраску. И у анолисов, как правило, есть горловой мешок и ярко окрашенный. Красный даже может быть или голубой горловой мешок, чтобы четко было заметно. Анолисы, как правило, на деревьях. Правда, они стены домов человека воспринимают как дерево, может на стене поселиться. Как обычно ящериц, каждый самец имеет небольшой охотничий участок и постоянно дерется со всеми соседями за его границей. То есть не пускает никакие другие ящерицы на эту территорию. Причем анолисы очень злые. Самцы дерутся постоянно. И, как правило, ягуаны вообще характерны. Такой высокой конкурентностью и постоянными драками. Питаются различными насекомыми, мелкими беспозвоночными животными. Схватывают их, прям в воздухе может прыгнуть в воздух и схватить комара. Яйца кладущие. Яйца 1-6 яиц откладывают в землю. Могут в дупло, потому что древесные уже. В развилках древесных стволов может откладывать. Много их видов. 300 видов анолисов. Как правило, Бразилия. Вот там вот, Центральная Америка. Случайно завезли в Японию. Японии тоже теперь уже есть. На острове Гаити обнаружили 20 миллион лет в куске янтаря. То есть, давно они уже. Ну, анолисы как раз известны, что они очень дрочливые в местной культуре. Яркие, поэтому они их очень там местные знают хорошо. Что это ящицы, которые все время дерутся между собой. Наиболее известный североамериканский красноголлый анолис. 20-25 сантиметров с хвостом вместе. Изменчивая окраска от желтого до серебристо-белого. И горловой мешок у него ярко-красный. Вот в период размножения самцы раздувают красный горловой мешок и дерутся. Вот они ходят с этим красным горловым мешком, чтобы сразу было видно, что это его территория. И если видят какого-то еще другого, тоже с красным мешком, вот он неамедленно реагирует и начинает драку. Драка у них серьезная у анолисов. Обычно они некоторое время медленно кружат, раскрывая пасть. Держатся боком противнику, а потом друг друга атакуют. Сцепившись в клубок, скатываются с этой ветки на землю. То есть они же на деревьях дерутся, ходят там по ветке, друг другу угрожают. Потом они в клубок сплетаются, падают с этого дерева, продолжают драться. Обычно если они упали, то они разбежались, потому что они внизу-то жить не могут. Но обычно все-таки, как правило, если кровь, до первой крови они дерутся, если кто-то кого-то там укусил до крови, то он убегает. То есть как обычно гопники, они агрессивные, но быстро сматываются. Ну и известно, что может и до смерти. Если там два особенно такие злые, они могут друг друга до смерти загрызть. Самка, которая вот в процессе таких боев, они все-таки выясняют, кто будет самку оплодотворять. Вот когда они ее оплодотворят, она спускается с дерева, выкапывает ямку на земле, откладывает пару яиц туда и засыпает. Молодые вылупляются спустя 6-7 недель и сразу же лезут на дерево. То есть они на земле не могут жить. Даже случайно упал он на землю, он возвращается на дерево. Поэтому даже совсем маленький, он сразу на дерево лезет. Ну есть анолиз рыцарь достаточно крупный, потом бразильский листоносный анолиз. Походит на них такой есть род ложные хамелеоны кубинские, тоже это в принципе анолизы. Ну еще сильно отличается василиск. Это подсемейство базилисцины и базилискус. Василиска отличается тем, что у него кожистые украшения у этого самца. Вот он так колоритно выглядит, поэтому его и прозвали как-то драконом из легенд. На затылке кожный вырост по типу шлема. Кожистый гребень у него у василиска обычно по всему телу проходит, поддерживается позвонками. В общем, как такой древний ящер выглядит. Четыре вида этого василиска населяют страны Центральной Америки. Заросли по берегам тропических рек, ну и наиболее известен обыкновенный Василиск, Панама, Коста-Рика. 80 сантиметров в длину, хорошо плавает и ныряет. Бегает прямо по воде. Довольно такое интересное событие. Прямо удерживает тело на поверхности воды задними ногами и много раз это фиксировали. То если он падает даже случайно в реку, он выныривает и по поверхности воды именно бежит. Со скоростью пулемета быстро-быстро ногами там бьет и прям по поверхности бежит. Ну и в принципе на задних ногах он бегает и по суше, и даже может немножко летать. Может подпрыгнуть и немножко так планировать может. Дальше близкие к ним древесные ящерицы коритофаны имеются. Изменчивая игуана перуанская, которая в горах обитает. Тоже довольно такая интересная. 5000 метров над уровнем моря. Походит на Василиска. Даже там холодно, в летние месяцы выпадает снег. Летом там температура около нуля, а все-таки ящерица живет, хотя она же холоднокровная. Может ползать при температуре тела порядка 2 градусов. У нее адаптации какие-то такие, что она даже при очень холодной температуре как-то так перемещается. Это совершенно такая вещь немыслимая, поэтому вот изменчивая игуана это уникальное животное. Келехвосты. Келехвосты игуаны это тоже Южная Америка. Известны тем, что они опять же дерутся все время. Причем они раздувают горло, когда дерутся, и раздувают горло перед самками. То есть они ходят перед самками, раздувая свое горло, я жду, пока девушка их выберет. Самка выражает готовность к спариванию, то что она прям ложится на землю перед самцом, типа вот трахай меня. И он ее начинает трахать. Если, короче, самцы между собой встречаются и горло раздувают, они дерутся тоже со страшной силой. Кусают друг друга хвостом, бьют все. Вот у них там половые вопросы прям серьезно у ящерицы выглядят. Постоянные драки из абаб. Но говорят, что иногда даже они там у них собираются в тени, как-то вместе. Хотя обычно ящерицы друг друга ненавидят. Но и даже в этих условиях они разбираются, кто там лишний, кого-то из этой тени выкидывают и так далее. Они очень такие собственники, эти игуаны. Но опять же нужно сказать, что классовое общество ничем на самом деле таким человеческим не является. Многие думают, что какая-то там иерархия, ритуалы, это чисто человеческое, наоборот, это чисто животное. Человеческое это критиковать классовое общество, говорить, что это все смешно, все эти траки из-за самки. Вот это человеческое, животные этим не занимаются. А драться из абаб, делить территорию, устраивать стадо с иерархией, это как раз у животных, даже вот у ящериц вполне так распространено. Не относятся вообще к цивилизации, это именно животное. Начало строить иерархию, там стадо, драться из-за женщин и все такое. Заборных. Нигуван нужно выделить. Вот она на картинке, я в картинке беру самые такие виды, наиболее известные, про которых много чего можно сказать. Заборная ягуана, расширенная сзади голова, закругленное коренастное туловище, цилиндрический хвост, крупная репристая чешуя, снабжена вздернутыми шипами, особенно на хвосте, окрашены весьма разнообразные ящерицы, самцы такие яркие металлические. Там разные виды этих заборных ягуан существуют. Некоторые такие голубоватые, некоторые коричневатые и так далее. Колючие ягуаны населяют в основном сухие места, полупустыни, скалы, кустарники всевозможные. Поэтому их также прозывают заборные ягуаны, потому что они любят на заборах еще вселиться. Если забор из кустарников, они считают, что это кустарник. Ну или каменный забор тоже могут считать, что это скала такая. Колючие ягуаны вот как раз быстро кивают головой и приседают на передних ногах. Вот это известно для ягуан особенно, что они кивают головой. Вот особенно эти самые заборные ягуаны это дело любят. И это у них способ обозначить, что вот он тут присутствует для своих же. То есть вот когда он видит другую ящерицу, начинает кивать головой и приседать, это значит, что вот тут уже есть ящерица, сюда не надо лезть. Пища у них в основном насекомые и другие беспозвоночные. Некоторые могут есть в месте растений. В период размножения самцы ярко окрашены, демонстрируют опять яркую окраску, выставляют сине-зеленые полосы. При встречах они с другим самцом, вот они поднимают тело на вытянутых ногах, боком сближаются друг с другом. Однако у заборной ягуаны обычно до крови не доходит, там обычно кто-то потом побежит. Они, короче, сближаются, и кто-то там все равно струсит, и тогда считается, что вот победил. Самка откладывает с июня по август 17 яиц, через 2-2,5 месяца вылупляются молодые ящерицы. Вот это вот заборная ягуана мексиканская. Есть ягуаны, там же живут на сыпучих песках, такая ума ягуана есть. Она может зарываться в песок, когда уходит от преследования, при этом нос она зажимает специальными клапанами, чтобы песок в глаза, в нос не попал, глаза тоже защищают, у неё там приспособленно. Окрашены под барханы, короче, такое пустынное животное. Ну, картинку не показываю, а вот я показываю жабовидную ящерицу, техасская жабовидная ящерица, интересная у неё рожа вся такая страшная. Короткий хвост, рога на голове, всякие многочисленные, длинные. Тело покрыто крупной неоднородной чешуёй, отдельные чешуйки несут всякие шипики, бугорки. Бахрома проходит вдоль всей границы между спиной и брюхом. В общем, очень она колючая, такая своеобразная, жабовидная ящерица. Ну, так, по сути, это, в общем-то, обычная игуана. Френозома ещё она называется, если так по-научному. Ну, френозома, у неё краска под грунт, на котором она живёт. То есть, если, допустим, там есть белые солончаки, она может быть белая. Она также может быть, допустим, на чёрной почве, и тогда будет чёрная. Там есть чёрная почва, прям вот как с сосной там. Она может под сосновой иголки краситься, такая ящерица. Ну, жабовидные ящерицы в основном всё-таки это сухие полупустыни. На каменистые могут быть почвы, на растительные могут быть в горах, где довольно всё разнообразно. В горах доходят жабовидные ящерицы до 3500 метров. Занимают обычно ограниченные по величине участки питания и не покидают на протяжении всей жизни. Это типичное для ящериц поведение. Он молодой, нашёл себе какой-то участок и дальше за него всю жизнь сражается. Ну, вот жабовидных ящериц исследовали, что они, короче, по три года их метили, и по три года он не больше, чем на 40 метров от одной точки отходит. Они очень-таки привыкли к определённой территории своей, они её помнят хорошо. Выбивают всех других ящериц, они там появляются. Пустынные виды жабовидной ящерицы закапываются в песок, ночуют там. Плотно прижавшись к земле, они наклоняют тело и забрасывают на спину песок, и так зарывают. Ну, довольно быстро она таким способом может закапываться. В случае опасности она закапывается прямо на месте. То есть, если она видит какого-то хищника, она просто зарывается в песок, у неё тело покрашено под песок, она думает, что её не заметит. Некоторые могут отпугивать, поднимать вот эти все свои рога, чешуйки, открывать рот и свистеть. Это она пытается напугать, допустим, какой-то опасности. Раздувает тело, при этом увеличиваясь практически вдвое против своей величины. Также игуана, если совсем испугалась и разозлилась, она может брызгать кровь из глаз. Вот вообще непонятно, нафиг она это делает. У неё повышается кровяное давление, и струйки крови идут из глаз примерно на метр. Может быть у неё кровь ядовитая или что. Но вот говорят, собаки боятся, когда она начинает вот этим прям кровью плеваться собственной. Собаки её увлекают и не едят. Может быть у неё просто ядовитая кровь, да. Френазома питается мелкими насекомыми, пауками, некоторые полностью муравьями. То есть, в принципе, она для млекопитающих не опасная, просто как раз млекопитающие некоторые её едят, и птицы тоже. Откладывает она от 6 до 37 яиц. Продолжительность развития молодых френазом до около 2 месяцев. Ну и 7 видов этих френазом. Известно Северной Америки, Юго-Западная Канада, там Гватемала. В основном всё-таки это мексиканская френазома. Ну и также морская ящерица, довольно интересная. Галапагосские острова, морская игуана. Может быть длиной до 140 сантиметров. На Галапагосских островах вообще гигантские рептилии, да. Огромные черепахи, огромные игуаны. Тело покрыто мелкой ребристой чешуёй, которая на хвосте переходит в крупную келеватую чешую. Короткая широкая голова покрыта различными по величине многоугольными чешуями. Самый крупный расположен на лбу. Вдоль всей спины тянется невысокий сжатый с боков гребень из вытянутых треугольных чешуй. Пальцы короткие, вооружены крупными изогнутыми когтями. Взрослые животные сверху красно-бурые, оливково-серые, почти черные. Вот живут на Галапагосских островах у берегов Южной Америки. Дарвин их там, когда же путешествовал на Галапагоске, вот Дарвин их описывал. Скрывал желудки, Дарвин установил, что они питаются только морскими водорослями. Ну и да, действительно. Они заплывают в море, ныряют вниз и там едят водоросли внизу. Больше ничего не едят. Молодые ящерицы могут мелких животных есть. Ну, водоросли морские на самом деле очень соленые. Поэтому у них есть специальные способы выводить соль. Носовые железы, они плачут, короче. Вот растворенная в крови соль у них поглощается носовыми железами. Даже, а, не плачут, они даже, блин, сопли у них. Да. Короче, выводят они через сопли. Через нос соль. То есть у них не защита от бактерий, как у нас, а это у них обычный способ, когда слишком много соли наелось, скинуть соль. Несмотря на то, что они в общем-то в основном живут в воде, они в случае опасности скрываются на суше. В море их могут есть акулы, на суше нет акул, они убегают. Галапагосские острова вообще были безопасными, поэтому на них такие все большие рептилии расплодились. А сейчас, наоборот, люди, когда заехали, они все погибли. То есть вот она, как раз на островах, на этих безопасных, где не было хищников, она пряталась, эта ящерица. Хотя игуаны все индивидуалистские, морская ящерица держится стадами, и штук по 10 они, бывает, вместе плавают. Иногда даже они друг на друга там всплывают, друг на друге, короче, держатся. Но исследовали этот вопрос, выяснилось, что это все самки и это все гарем. То есть вот эта группа самок, это гарем. Есть где-то один, короче, мужик, у него может быть до 10 женщин, игуан. И вот он их где-то охраняет, а они где-то в десятером держатся, и даже плыть до того, что одна на другой плавает. Но он защищает от соперников, как обычно у ящерицы, он там территорию держит и дерется, и так далее. Когда они дерутся за территорию, они, выгнав спины, сталкиваются головами и пытаются друг друга вытеснить. Головой в голову усталкивается и вытесняет с территории. Для черепах совершенно не характерно, они там просто вместе живут, черепахи, не дерутся практически. У черепах, когда секс, они этими, блин, стукуются панцирями. А эти дерутся все время за женщин, игуана, да, ящерицы они вообще, они вот такие у них, собственники они. Ну, помимо этих морских игуан, там есть каналофы, похожие, впрочем, тоже на морских ящериц. Они меньше размером, каналофы, и у них наземный образ жизни, плавательных перепонок нет. Ну, Дарвин тоже их там исследовал, установил, что они питаются каптусами, и говорил, что на некоторых островах много этих каналофов. Ну, наконец, можно отметить обыкновенные или зеленые игуана. Называется игуана, игуана считается стандартная, тоже центральная Америка, Мексика. Длиной 180 сантиметров, самая крупная игуана. Зеленая, потому что яркая зеленая окраска. Древесный образ жизни, поэтому зеленая. В основном на ветках деревьев они тусуются. В случае опасности скрываются в воду, там они плавают, ныряют, хвост хороший, хорошо плавает. Питаются плодами, сочными листьями, может насекомых, если там на дереве насекомые оказались, может есть. Но, говорят, в Бразилии до прихода человека очень много их там было. Прямо массово они там вместе собирались где-нибудь в тени, или наоборот грелись на солнце. Она же хладнокровная, но все время бегает и ищет, где температура нормальная. Вот она либо греется вместе, либо в тени где-то вместе, значит, собирались они. В основном жили они на берегах рек, ну и сейчас живут, плавают хорошо, они там ныряют хорошо. В реку она прячется от любых охотников при любой опасности. Но, тем не менее, на суше откладывают они яйца. Где-то вдоль ручьев они поднимаются от рек, самки. Ищут песок, и в песке выкапывают ямки, откладывают яйца. Несколько самок могут откладывать яйца в одно общее гнездо. Мясо зеленых игуана потребляется в пищу, и яйца тоже на них постоянно охотятся. Ну и последнюю, какую можно отметить игуану, это циклура. Циклура немножко отличается от прочих игуан, зубы по-другому, и горловой мешок слабо развит. Менее высокий гребень, зубы не зазубрены, вот у всех игуан зазубренные зубы, а у циклуры нет. На хвосте у них имеются острые шипы, ведут эти циклуры наземный образ жизни, обитают в норах, в дуплах деревьев. Пищу составляют стебли или листья травянистых растений, и распространены в основном на островах Карибского моря. На Кубе есть наземные игуаны циклура Маклеави, коричневато-серого цвета. Ну и близко к ним тоже игуана носорог, это тоже циклура, она на Сан-Доминго. В целом они редкие на этих островах, и поэтому в основном они в международной красной книге. Ну еще есть, допустим, черные игуаны в Мексике, можно ее отметить, 130 сантиметров, тоже ее едят. Ну а вот наиболее такие известные и специфические по своему поведению игуаны. Продолжение следует...